Инвалидное кресло для этой стойкой и мощной духом женщины не стало барьером, что день она демонструя мужность и соправдный человечий героизм. Статус, який любой руснак мая у громадстве, человек с обмежаванными махчимостями, не мая дочинения до ее творчести. Тяжкое захворывание не оказалось перешкодой. Когда я уже перестала руками писать, то муж говорит, а попробуй ртом. Ну так, он как бы ради смеха. Ну и я попробовала одну, вторую, третью, не получилось. Ну а он со стороны, он видел, он говорит, извини, говорит, некоторые так руками, говорит, не нарисуют, как ты вот начал ртом. Многие лечат, что после захворывания таллинт мастачки раскрылся по-новому. Любой руснак жартуя, что это связано со заявлением великой колькости вольного часу. Прос картины она выказывая свои самые ширые почутки и эмоции. Головные герои сюжетов – любимые муж и дашка. До того ж на полотнах своего особления знаходят живелы и краевиды белорусской природы, не забывая Жаншина и Молдавию, где провела дятинство. Очерпаю вдохновение в том, что пока я рисую, я не думаю, что у меня там руки, ноги не работают. То есть голова полностью отвлекается. Ну и меня вот даже подруги мои не знают, что если я рисую, меня о чем-то спрашивать – это бесполезно. Любой руснак молю из дятинства. После переезда увезку печище пошла выкладать в мясцовой школе. Мастачка лишила вельми важной махчимость передавать свое майстерство детям. Когда ребенок у меня очень часто мог на уроке сказать, я не умею рисовать, я не буду это рисовать, то я всегда говорила, поверь, если ты хоть чуть-чуть подумаешь о том, что ты это можешь, у тебя обязательно получится. С того часу, как Любой руснак почала молювать таким незвычайным способом, и она створила коля 200 картин. У послужным списе шматлики и выставы у Светлогорску и Гомеле. Вообще хорошо, потому что так просто человек не занят ничем, а такое есть цель к чему-то, и стимул какой-то, вот надо это, где-то что-то выставка есть, где-то есть к чему-то стремиться, а так вообще человек сидит, вот нечем заняться, а у нее есть свой стимул. И сейчас я стараюсь не зацикливаться, потому что если зацикливаешься, приносишь боль в первую очередь себе, а самое главное – окружающим. И если все время ныть, и к тебе, как говорится, люди не подойдут. Своим уластным прикладом Любой руснак демонструя силу духа и стойкость человеческого характера. Не глядяши на складанные житевые выправывания, она протягивая займаться любимой справой и доказывая, что у житти нема ничего немахчимого. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район.